Всем привет! Ничто так не освежает память, как свежие новости от команды Универ Ньюс. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Политика – дело тонкое. Александр Сидякин встретился с студентами Казанского университета. В КФУ состоялось чествование заслуженного профессора университета Виталия Ивашкевича. В КФУ пройдет региональный этап международной конференции «Фейлинг Волслаб». Участники смогут поведать всему миру о своей идее. Как часто вам удается задать открытые вопросы известным политикам и получить ответы, как говорится, из первых уст? Студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций не упустили подобные возможности. И узнали у Александра Сидякина все то, что возможно было узнать. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Смотрим. 28 марта в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 6-го и 7-го созыва от Республики Татарстан, заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Сидякина со студентами-политологами КФУ. Стоит отметить, что подобные встречи со студентами Казани Сидякин проводит регулярно. Однако цель таких встреч всегда остается неизменной. Вы знаете, цель всегда понять, какие есть у студенчества проблемы, потому что аудитория же наша и наши избиратели – это люди разных возрастов, разных профессий. Для того, чтобы более репрезентативно смотреть на теле иные вопросы, надо общаться, мне кажется, с любыми аудиториями. И вот такая студенческая аудитория – это абсолютное тому подтверждение. Также депутат отметил, что современное общество становится более зрелым, готовым к принятию конкретных решений и активному участию в жизни страны. Вы знаете, это политологи же, это люди, которых интересует современное освещение вопросов внутренней и внешней политики, позиционирование в современном пространстве, самореализация. Живой интерес аудитории вызвали законопроекты депутата. Его работа в регионе – позиция в отношении резонансных законопроектов, одним из инициаторов которых стал сам Сидякин. А также все то, что сделано за последнее время для улучшения качества высшего образования. Работников, которые занимаются со студентами, профессорской преподавательской состава – это серьезное обновление общежитий, это формирование новых центров для занятий спортом после универсиады. Все это очевидно. Получив ответы на самые любопытные вопросы, студенты наглядно убедились, почему Татарстан продолжает претендовать на звание третьей столицы. По словам Александра Сидякина, республика создала отличные условия для обеспечения высокого качества жизни для интеллектуальной элиты. Аделя Шебелова, Роман Самарин, Универ Ньюс. 27 марта в Институте управления экономикой и финансов КФУ царила атмосфера торжества. Ведь в этот день свой 80-летний юбилей праздновал заслуженный профессор КФУ Виталий Вашкевич. О том, как это было, тебе расскажет Диана Шилова. В понедельник 27 марта состоялось торжественное заседание ученого совета Института управления экономикой и финансов КФУ, которое было полностью посвящено юбилею заслуженного профессора КФУ Виталию Вашкевичу. В этот день отдать свое почтение заслуженному профессору пришли его ученики, представители министерств и ведомств Татарстана, ученые и коллеги. Такое ощущение, что мы присутствуем на творческом вечере. Наверное, это и так, поскольку, вижу, первое видео у нас занимают наши уважаемые ветераны, люди, которые заложили основу нашего института, финансо-экономического института. Виталий Вашкевич является создателем научной школы по управленческому учету и контролингу в России. Прикладил рядом крупных научно-исследовательских тем. Им опубликовано свыше 190 научных трудов, в том числе 6 учебников и учебных пособий с грифами УМО и Минобразования Российской Федерации. 7 монографий, общий объем публикации, более 400 печатных листов. Именно о поэзии цифр нам рассказал первую лекцию Виталий Талевичевич. Вы. Огромное Вам спасибо. Спасибо, вот, как учеников, за то, что Вы до сих пор, несмотря на то, что напишете на Вашем паспорте, вдохновляете на любой пункт учета студентов. Мы в самом деле готовим лучших бухгалтеров России. Ну, скажем так, одних из лучших, чтобы не совсем, как бы, есть же ФИР университет, но я считаю, что все-таки лучших бухгалтеров. И в этом огромная роль Ваша. Свой 80-летний юбилей профессор Ивашкевич встречал праздник на своем рабочем месте. Он пример того, чего можно добиться своим трудом и честным отношением к обязанностям. По традиции юбилеев, ректор КФУ вручил сертификат премиальной выплаты, равный по сумме прожитым годам. Диана Шилова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Failing Walls Lab – это международная молодежная конференция, которая объединяет ученых, бизнесменов, политиков, дизайнеров и программистов. В этот раз региональный этап пройдет в Казанском федеральном. О том, что ждет участников, решившие подать заявку, расскажет Анна Глазунова. В Казани впервые пройдет региональный этап международной молодежной конференции Failing Walls Lab. А площадкой для проведения регионального этапа стал Казанский федеральный университет. Главная идея этого мероприятия – это соединить талантливых молодых ученых и специалистов всего мира для обмена опытом, для того, чтобы об их идеях узнали в обществе, для того, чтобы заявить о себе и, в принципе, обменяться опытом в своих научных исследованиях. Failing Walls Lab – это конференция, которая учреждена в Германии в честь 20-летия падения Берлинской стены. Она проходит каждую осень в Берлине, но сначала в разных городах мира на региональных этапах отбирают самых лучших и достойных. Принять участие в конкурсе могут студенты, аспиранты, кандидаты наук, молодые ученые и предприниматели в отрасте от 18 до 35 лет. Каждый из них должен представить свою идею, заложить научные концепции или предложить новаторские методы решения различных проблем и задач. Эта конференция поддерживает молодых специалистов, ученых, бизнесменов, политиков, дизайнеров и программистов. Failing Walls Lab – задача заключается в том, чтобы показать интересные идеи, которые появляются у молодых ученых. И причем нужно это делать очень быстро, очень наглядно и для непосвященной публики. Участникам регионального этапа будет дано три минуты и три слайда презентации, чтобы представить свою идею на английском языке, в научной, социальной, производственной или бизнес-сфере. Принимая участие в конференции, молодые специалисты заведут полезные знакомства и получат массу новых знаний и впечатлений. Во-первых, это уникальный опыт участия в международном проекте. Во-вторых, это возможность международного обмена и международной поездки. В-третьих, это поверить и проверить себя и узнать себя лучше. В мае в Казанской федеральной пройдет первый этап, где жюри отберет лучших конкурсантов для участия в сентябрьском этапе. Но победителем станет только один участник. Именно он поедет в Берлин для выступления на всемирной конференции Failing Walls Lab. А на финальном этапе в Берлине ему нужно будет приложить еще больше усилий, чтобы оказаться лучшим среди лучших. Это огромный шанс для молодых ученых и специалистов, ведь их идеи могут быть представлены всему миру. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. В рамках мастер-класса высшую школу журналистики посетили две медиа личности – Лея Загедулина и Айгуль Мирзаянова. О секретах их мастерства далее в нашем сюжете. Чтобы быть хорошим пиарщиком, надо быть и прекрасным журналистом. Тогда они смогут найти и продвинуть ту новость, которая будет интересна всем. Об этом рассказал руководитель пиар-службы Нефизгрупп Айгуль Мирзаянова в рамках мастер-класса в высшей школе журналистики КФУ. По ее словам, хоть и пиар-отделы часто конфликтуют с редакцией новостей, они должны быть в дружеских отношениях. Ведь именно пиар-служба поставляет эксклюзивную информацию. Кроме этого, спикер затронул тему отличия пиара от рекламы. Профессия имеет такие колоссальные тонкости, которые как раз и отличают информацию, которую вас возьмут, бесплатно от информации, которую надо пускать только за деньги. Вторым спикером была начальник службы национального вещания ГТРК «Татарстан» и заслуженная артистка России Лея Загедулина. По ее мнению, карьерная лестница – это не должности, а профессионализм. Необходимо постоянно оттачивать свои навыки, обучаться и читать полезную литературу. К выходу в эфир надо относиться очень ответственно и всегда должно присутствовать творческое волнение. Они сидели постоянно, шевелили свои мозги, придумывали что-то кроме этого. И действительно, каждый из них, вся эта группа, я очень счастлива, что я скромно помогла им укрепиться в этой нашей прекрасной профессии журналистов. Благодаря мастер-классам студенты получают много знаний не только о телевидении, но и связи с общественностью. Ильвина Хадимулина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok